Доброго дня! Вы смотрите программу о животных «Хочу домой» на телеканале Самара ГИС. Программа о бродячих животных и выброшенных на улицу городов. Хотя, замечу, что таких собак и кошек очень мало. Все-таки люди в большинстве своем, а в нашем обществе, относятся к собакам и кошкам положительно и ответственно. Что сегодня увидите в нашей программе? Это видео-визитки о животных, находящихся в данное время в приютах и, как говорится, на руках у волонтеров и нуждающиеся в своем хозяине и доме. Посмотрите внимательно, может какая-нибудь собака или кошка понравится вам и вы заберете ее к себе домой. Все собаки проходят наш тест на социальную безопасность по отношению к новым людям. Далее мы покажем сюжет о недавно прошедшей выставке, где были представлены собаки и кошки из приютов, для которых ищет дом, ну или своего владельца. Это восьмая выставка бездомных животных. Замечу, очень положительное мероприятие. И, конечно, разговор в студии с гостем сегодня у нас руководитель приюта «Хати» Елена Борисенко. Добрый день. Ваша организация получила совсем недавно подряд, я так понимаю, на отлом животных. Расскажите, как это произошло и самое главное, наверное, для чего вам это надо? Подряд мы получили на новой территории, это часть Самара, то есть по Самаре мы не работали, мы ранее работали по области, небольшим городам, муниципалитетам. Вы занимаетесь отломом бродячих собак, какие условия у вас есть для того, чтобы отловить собаку и привезти в ваш приют, и содержать, я так понимаю? Условия предоставляют нам по контракту администрация. Условия контрактов сейчас достаточно приближены ко всему, ну, к реалиям, к ценам, допустим, на ветпрепараты, к ценам на ветуслуги, потому что этого долго добивались. У нас в этом году были выделены средства на увеличение дополнительных мест в приютах, да, небольшие, но уже какая-то помощь, до этого не было. Сейчас еще рассматриваются средства на приобретение ветеринарного оборудования дополнительного, то есть то, что нужно, то, что необходимо, без чего невозможно работать. Спасибо большое, я вынужден прервать наш разговор, так как время смотреть видео-визитки, снова обращаю внимание, что мы стараемся проверить собак на социальную безопасность, посмотрите, может вам понравится собака или кошка, и вы возьмете ее себе домой. Помогите и заверите, это один из шести щенков, которого Ирина Частковская вместе с мамой забрала с улицы города. Ему сейчас около трех месяцев, и ему нужен свой дом и ответственный владелец. Вот этот вот самый маленький, самый юркий, самый умный, его зовут Джек Воробей, вот, очень-очень лоскушка, очень умненький, все понимает, вот, так что вот прошу любить и жаловать. Очень классная собака, очень, они очень преданные, вот эти собаки. Мы надеемся, что любители собак, особенно те, кто мечтает завести себе питомца, обратят внимание на этого очаровательного щенка по кличке Джек Воробей и даст ему кровь, еду и ласку. Обращаться в 8-917-104-46-01. У этой кошки черепахового окраса необычная судьба, ее жизнь едва не закончилась трагически под колесами авто. В ту самую секунду, когда кошка попала под него мимо, проходила Ирина. Она, конечно, подобрала ее, и так как травмы были незначительными, удалось быстро ее вылечить. Новоиспеченная хозяйка кличку дала новому питомцу Маркиза за необыкновенно мягкие повадки в характере. Вот Маркиза, она оправдывает свою, свою кличку, она, именно у нее такие королевские повадки. Кошка очень классная, очень контактная. Обратите внимание на эту кошку черепахового цвета. Она стерилизованная и приучена ходить платок. Для привыкания к новому хозяину потребуется не больше недели. Маркиза очень хочет домоться к своему хозяину. Обращаться 8-917-104-4601. Знакомьтесь, это Марта. Ей около двух лет. Вытащила ее Ирина буквально с того света из мусорного контейнера. Еще щенком вместе с сестрой. Одного щенка удалось сразу пристроить, а вот Марта немного задержалась. Мы просим обратить на нее внимание, это ласковая, покладистая собака. Хорошо привыкает к новому человеку. Понадобилось всего минут 10, чтобы она пошла рядом и уже спокойно относилась к нам. Собачка очень коммуникабельная. Вы могли убедиться в этом. То есть она очень нормально относится и к чужим. То есть, ну как к чужим. То есть если человек с хорошими намерениями к ней подходит, то, в общем-то, она очень хорошо реагирует. Собака добрая. Собака хорошо обучаемая. То есть, в принципе, она понимает, ну, не только команды, но и человеческую речь. Марте очень нужен свой новый и ответственный владелец. Эта собака здоровая, стерилизована, спокойно может жить в квартире, в туалет привыкла ходить на улице. Обратите внимание на нее и заберите ее домой. Марта готова быть с вами и стать преданной и послушной собакой. Обращаться 8-917-104-46-01. Итак, если вы не успели записать телефон, то сделайте это просто. Зайдите на сайт ТВ Самарегис и там найдете нашу программу и видеовизитки. И запишите, и позвоните, ну, напрямую тому человеку, который предоставлял информацию о своих животных. Мы можем как-то переломить ход борьбы за уменьшение количества животных на улицах наших городов. И когда это будет? Мы с вами можем, могут все. То есть, это должно все общество быть правильно настроенным. Это должно быть правильное отношение к собакам, правильное отношение к тому, как им помогать. То есть, зоозащитники должны быть, ну, настоящими зоозащитниками. То есть, помощь должна быть через приюты, через общественные организации. Они могут выбрать для себя какой-то приют. То есть, это должно быть все правильно делаться, чтобы был эффект. То есть, если все сидят и говорят, что все плохо, на самом деле, каждый человек может поучаствовать, позвонить, сообщить, чем-то помочь животным, кого-то пристроить, кого-то забрать себе в дом, да. То есть, много вариантов помощи. То есть, это все в наших силах, конечно же. А насколько сейчас ваша база позволяет проводить те же самые операции по стерилизации? В день проводится около 15 операций, в среднем. Вот сейчас. Каким способом? Это лапарскопия или надрез? Надрез. Надрезы, да? Надрез, через боковой порез делается операция. Почему? Потому что это не животные не уличные, не домашние, наоборот, уличные. Поэтому по белой линии стерилизовать уличных собак, которых невозможно обработать, диких, да, они все время скукожные. Там могут лежать. Вот. То есть, по белой линии заживает долго. Там нет мышечной ткани. То есть, это как раз бескровная линия. И заживляемость для таких собачек очень тяжелая. То есть, это другая технология стерилизации. Именно для бездомных животных, для массовой стерилизации. Более безопасная. И быстрее заживает там у них все. Буквально на днях выгуливал собаку часов в 12 ночи. И в парке дружбы есть темный угол со стороны конюшни, со стороны там, где занимаются на лошадях. И, в общем-то, вы знаете, был поражен. Видимо, там у собак в это время в 12 часов ночи происходила собачья свадьба. Я брал еще с собой большой, огромный такой, ну, фонарь специальный для подсветки на большое расстояние. Вот, чтобы видеть, где гуляет собака у меня. И вот, знаете, был поражен. Я насчитал порядком около 20 собак. То, что я успел насчитать. Но самое главное меня поразило то, что когда вот направляешь на собак луч, луч света, вот от такого фонаря глаза светятся. Мне такое ощущение было, что я попал в большую-большую стаю волков. Это было так немножко жутковато, потому что, ну, реально, я с собакой плюс еще их 20. То есть, при всем моем опыте, я бы, конечно, если бы они были очень агрессивны, я бы, конечно, не отбился бы от них. Ну, пришлось бы как-нибудь там все-таки бежать или просто стоять, пока они все-таки там не разойдутся. Вот скажите, такое количество собак. И здесь у меня возникла мысль. А, ну, ведь можно было как-то вот оградить вот эту территорию спокойно сейчас, да, пока они там занимаются своими делами и отловить их. Возможно ли, главный вопрос, возможно ли перейти все-таки на ночной отлов, когда они выходят из своих потаенных мест обитания? Может, это лучше все-таки, лучший вариант? Мы выезжали вечером. Именно ночью. Вот, представляете, вот там свет фонарей со всех сторон, и они уже... Преимущество однозначно у собачки, потому что они видят лучше в темноте, чем человек, ориентируются лучше. Убегут они очень быстро, когда поймут, что за ними приехали, и в темноте их найти тяжело. Тяжело, то есть даже вот вечерний отлов, он намного менее эффективен, чем утренний. Утром собака проснулась, после ночи она такая немножечко спокойная, расслабленная. Спрослой, да? Да, а если еще застать ее спящую, то это вообще просто, ну, счастье. То есть можно спящую... Ну, вот если бы в этот момент мы могли бы оградить эту территорию сетками, да, то у нас бы сразу бы в эту ловушку попали бы 20 собак. Но самое главное – это не кобели, а самое главное – это та сука, которая была, так сказать, течена в период оплодотворения. Вот самое главное, получается, что не кобелей надо отлавливать, а все-таки надо отлавливать сук, который готовый к спариванию. Конечно, мы стараемся ловить больше сук. Если мы видим сук и рядом кобель, мы стараемся поймать сук. Но кобели тоже играют свою роль, то есть они именно делают этих щенков, и от того, какой был кобель, будет, соответственно, потомство. То есть это смешение разных пород, разных инстинктов, у кого-то охранные, у кого-то там еще какие-то. Поэтому кобелей кастрировать тоже обязательно нужно. Не зря эту программу придумали биологи и много научных исследований проводилось, прежде чем решили, что и сук, и кобелей. Я за кастрацию кобелей. Нет, я тоже за кастрацию кобелей, но получается, что чтобы оперативно реагировать на появление нового потомства, все-таки лучше надо, или там, все-таки обращаем внимание больше на суку, которая течена, которая готова дальше размножаться. Обращаем внимание больше всего на суку. Если где-то свадьба, конечно, мы выезжаем и стараемся эту свадьбу обезвредить максимально быстро. Да. Ну, к сожалению, вот так, да. Какое количество сейчас собак на территории вашего приюта? Больше трехсот точно, сейчас не могу сказать, потому что мы тут двух уже, на двух базах базируемся, базируемся на двух базах. То есть расширяемся и увеличиваем количество, то есть можно сказать, каждую неделю, параллельно достраивая там будки, вольерчики, карантинные сейчас вот строим. Ну, а скажите, пожалуйста, какое количество людей, самое главное, насколько они профессиональные, эти люди, и исполняют хорошо свои обязательства, свои обязанности? Общее число людей в приюте. Так, три ветеринара, восемь ловцов, ну, где-то, наверное, 20 человек трудятся постоянно, плюс еще привлеченные сотрудники и волонтеры. — Насколько я помню, раньше, лет, наверное, 30 назад, 30-35 лет назад, на человека, который бежал с очком за собакой, смотрели как, ну, на не очень, так сказать, социально, так сказать, опустившегося человека, ну, как бы не очень хорошо относились к таким людям. Что сейчас происходит? Вот какое отношение у людей к ловцам? — Различное, но по большей части люди уже стали понимать, и многие уже знают, что есть такая программа, что она гуманная, но есть еще остались те люди, которые еще не знают об этом, первый раз об этом слышат вообще, и представление о том, что в отлове работают какие-то люди с низкой социальной оценкой. У нас все не так, у нас люди с высшим образованием работают, которые любят животных, которые адекватно понимают, что они делают, и оценивают свою работу, и знают, что они делают свою работу правильной, что она у них в корне поменялась, то есть с ног на голову. Если раньше отловщик — это убийца-живодер, то сейчас отловщик — это зоозащитник, собачник, который старается решить проблему в обществе, хочет сделать это мир лучше, чтобы у нас не было вот такой беспризорности, бесприютности. Это же, ну, мы любим собак, но понимаем, что нехорошо, что собачки бездомные, и то, что они страдают, и люди страдают от этого. — А самое главное то, что, конечно, когда они все-таки сбиваются в стаю, то они представляют опасность для нашей общественности, для людей. Ну, и давайте тогда так, время смотреть сюжет о том, как проходила выставка совсем недавно в одном из выставочных комплексов города Самары. Этот фестиваль становится уже традиционным среди любителей беспородных собак и кошек. На протяжении четырех лет под сводами выставочного центра на улице Мичурина собираются волонтеры, представители приютов и зоозащитных организаций. Нынешнее мероприятие проводится уже восьмой раз, и статус не просто выставки, а фестиваля бездомных животных с устоявшимся названием «Друг человека». Здесь в зале сегодня очень много новых участников, много информационных, кинологических, волонтерских проектов. Также очень много спонсоров, которые приготовили потрясающие подарки для тех, кто сегодня уедет домой. И сегодня совершенно новый дизайн, новое наполнение этого зала. Работала огромная команда проектировщиков, поэтому вы сможете увидеть сегодня совершенно новые декорации. Мне кажется, благодаря этому стало намного уютнее, чем раньше. Кошки и собаки разного происхождения, но в основном беспородные. Чтобы никого не обижать и повысить родовой статус в последние пять лет, их называют просто «королевские метисы». В этот раз на фестивале их собралось 150 из разных приютов и волонтерских организаций. Да и просто пришли люди, приютившие кошку или собаку, и которых нужно пристроить в добрые руки. На огонек людской доброты заехал и глава Октябрьского района. Я хотел посмотреть, с какими глазами приходят люди, а самое главное, что из себя представляет выставка. Поскольку мне стало известно, что здесь не просто выставка, это интерактивный фестиваль. Интерактивный, анимационный, тактильный, где можно потрогать, посмотреть. Поэтому мне было интересно, пришел сюда с семьей посмотреть на этот фестиваль. Вы знаете, этот фестиваль может быть и не его главная цель в том, чтобы бездомные животные нашли своих хозяев, свой дом. Главное значение этого фестиваля, как сегодня я увидел, пробудить доброту, искренние чувства, добросердечность в людях. Место для показа своих питомцев хватило всем. Кошки в небольших уютных клетках, собакам отвели пространство побольше, мини-павильоны, где они могли свободно передвигаться, но не выскакивая за его пределы. Каждый посетитель мог погладить любое животное, а волонтеры и представители приютов рассказывали про своих подопечных. Как попал, какая история и характер собаки или кошки. Уже через час работы фестиваля на главную сцену стали выходить счастливые обладатели животных, которых выбрали и забрали домой. Скажи, зачем ты сюда сегодня пришел? Чтобы получить себе нового друга, о котором очень давно думал и мечтал. А почему именно с этой выставки? Почему не породистую какую-нибудь собаку взял? Ну, потому что я считаю, что собаку нужно выбирать по душе, а не по породе. По сердцу, по зову сердца, скажем так. Кто-то выбирал животным для себя, иные приходили, чтобы подобрать собаку или кошку для родственников или родителей. У каждого посетителя были свои критерии, по которым забирали животное. Мы вообще пришли за новым другом для нашей мамы. Чтобы она не скучала, чтобы у нее кто-то был дома, и она чем-то занималась. Вот выбрали нового друга, так сказать, для семьи. А почему именно вот эту кошку? Чем она вам понравилась? Добрый взгляд. Добрый взгляд, да. И очень веселый такой. Скажите, почему именно взяли вот эту кошку? Ну, понравилась котик. Как глянула с самого начала. Пошла, ходила, ходила и вернулась к нему. Ну, прикипела как-то, приглянулся. Хорошенький такой. А у вас вообще были до этого кошки? Были, были. У меня кошечки были, а я хотела котика. Вот котика заимела. То есть новый питомец для вашей команды? Да, у меня команда, он и я. Вот мы теперь вдвоем будем. Два дня фестиваля и плодотворные работы представителей приютов и волонтеров. С уверенностью можно сказать, что этот фестиваль удался. Да, есть результат и неплохой. За это время свой новый дом и новую семью нашли 90 кошек, 33 собаки и даже два грызуна и одна черепаха. И мы надеемся, что у этих животных все сложится хорошо в их дальнейшей жизни. Итак, прошла выставка. Вы принимали участие в этот раз? Нет, мы в этот раз не принимали. Нас и не пригласили. И, в общем-то, мы сами не стали особо настаивать, потому что работы очень много. У нас сейчас все-таки направление немножко другое. И нас просто не хватило на то, чтобы на выставку съездить. Ах, понятно. То есть, а сами вы не посещаете и не проявляете институты? Вы у нас приглашали, мы ездили. В этот раз вот не поехали. Решили не поехать. Не пригласили, не поехали. Это уже неважно. Техническая база приюта сейчас оставляет желать лучшего или что-то еще хотелось бы? Конечно, еще хотелось бы. Мы, в общем-то, и не останавливаемся. Сейчас мы как раз и занимаемся обустройством дополнительного карантина, дополнительного процедурного кабинета для животных. Потому что с больными нужно отдельно заниматься. То есть, у нас пока тесновато. То есть, мы стараемся делать более комфортно для животных, для людей и для волонтеров. Скажите, какое количество забирают все-таки? И уменьшилось это количество, или увеличилось количество? И как вы работаете так, чтобы информация дошла до людей, которые хотят взять собаку из приюта? Разбирать у нас животных стали больше с тех пор, как мы начали заниматься ОСВВ. Чем больше у нас районов и контрактов, тем больше животных забирают. Потому что их жалко, потому что это до сих пор у людей и стереотип, что если собака попала в отлов, то ее нужно спасать. Но это работает на пристрой. Поэтому вот ОСВВшников забирают лучше. Наших собачек тоже разбирают, но, к сожалению, не так. Потому что их не так жалко. Они в приюте привыкли, они бегают довольные, улыбаются. А вот эти сидят на стрессе. Ну, любая собака даже, когда поступает в приют, но какое-то время на стрессе. Но в приют они поступают по одной, по две. Не бывает такого, чтобы в день привезли 40 собак, как с отлова. Поэтому разбирают. — Хорошо. Сейчас вы работаете по, я так понимаю, по пригороду, да? В городах или в малых селах рядом с Самарой. Правильно? — Сейчас мы больше работаем даже по Самаре. У нас остались надработки Чапаевск, Кенель, Новокуйбышевск. Беззинчук мы закрыли, Сергийский район, Похвестневский район мы закрыли, Красноярский район мы закрыли. То есть по районам таким вот шантала. — Приходит ли вам информация с Шанталы, Большая Черниговка или еще Августовка? Звонят ли вам оттуда люди и просят забрать собак? Или они там сами решают как-то эти проблемы? — Нет, они, как правило, звонят, чтобы забрать собак уже отловленных. — А, уже отловленных? — В Черниговке сглушиться, да. — А, пусть они поймали? — Ну, с самого выгул. С самого выгул. Люди звонят, говорят, вот наши собачки либо кормили. Вот сколько мы работаем, я пришла к выводу, что нет ни одной бездомной собаки, у которой нет куратора. Ну, я так условно назовала куратор. Кормильца. То есть даже где-то дикие собаки, живущие в лесу, находятся сейчас люди, которые ходят и кормят эти стаи в лесу. То есть у меня раньше было убеждение, что вот здесь, вот в Новокубежске, там есть базы. Понятно, что там с базы собаки их кормят. Они вроде как и не хозяйские, но при базе живут. Это понятно. Но даже вот эти дикие стаи, из всего, что мы уже отработали, мне стало понятно, что я не знаю ни одной стаи, у которой нет кормильца. А, как правило, их несколько. Хорошо. Когда приезжают ловцы на место, бывают ли какие-то патовые такие ситуации сложные для ловца? Насколько я недавно слышал, был случай, что на ваших сотрудников было произведено нападение. Ну, так оно и было, потому что очень многие люди бегут с какими-то проклятиями, там, ввинениями, обзывательствами. Мы пытаемся вступить в диалог. Но вот в последний раз такого не представилось. Из больших таких скандалов. То есть люди набросились сразу в атаку, повалили моих ловцов. И пришлось применить в итоге третьему ловцу на трех мужчин крупного телосложения перцовый баллончик, чтобы их как-то остановить. Но сейчас как-то эту ситуацию разрулили? Нет, сейчас такая ситуация, что один из них, бывший сотрудник органов, и он даже обвинил нас в том, что мы собак снимали с цепей, то есть там такого напридумывали. То есть на мировую не пошел человек, хотя мы ему предложили помириться и дальше эту ситуацию не продолжать. Но получается, что человек был на своем рабочем месте? Мы были, мало того, что мы были с администрацией, администрация отлучилась. То есть на соседней улице посмотреть, лет ли там собак. Собаку мы уже поймали, а потом прибежали вот эти три человека и начали кричать, что это якобы их собака. Ну, кричать они уже начали потом. Все это происходило сразу в режиме потасовки. Хорошо, если это ваша собака, то я думаю, что вы должны как-то, ну, либо чипировать ее, да, чтобы вы могли понять, что у вас был документ на право обладания этой собаки. Получается, это самовыгул. По закону о ветеринарии у каждого собственника должен быть ветеринарный паспорт. Ну, у нас, к сожалению, такого не всегда есть, мало кого даже. Поэтому здесь ситуации возникают очень часто такие, что люди видят, что ловят собаку, бегут, кричат, а наша собака. Мы говорим, мы ее простерилизовать хотим просто. Ну, понимая, что это не их собака. Они говорят, она у нас стерилизованная. Мы объясняем людям ситуацию, что вот, понимаете, вот у нее там молочные железы показывают, что она у вас многократно рожала. Покажите, где-то паспорт, там еще что-то. Тут выясняется, что человек просто думал, что мы живодеры. Да-да, забирайте, я ее просто кормлю. Прекрасно, надо ее стерилизовать. Спасибо большое. Итак, наша программа завершилась. У нас в студии был гость, руководитель приюта «Хати» Елена Борисенко. Напомню, наша программа выходит два раза в месяц по пятницам в 18.15 и пять повторов программы на следующей неделе. Если вы хотите скачать видеовизитки, сделать это можно, зайдя на сайт ТВ Самараис и посмотреть программу «Хочу домой». Ну, а мы прощаемся с вами. До свидания. Всего вам доброго.